Привет, друг! Ты попал на канал JustFing. Опять JustFing? Ну ладно, давай. Сегодня у нас будет необычный спецвыпуск. Я не знаю, как так получилось, но многие подписчики нашего канала... У меня есть как раз 10 минут, пока детка идет. ...любят игру Майнкрафт. Поэтому сегодня у нас будут детективные загадки в Майнкрафте. Это как обычные загадки, но в Майнкрафте. Ведь так еще интересней. Постарайся отгадать как можно больше. А потом напиши в комментариях к этому видео, сколько из них ты решил верно. Ну а теперь приступаем к первой задачке. Стив проснулся рано утром, чтобы пойти на рыбалку. Не успел он встать с кровати, как заметил, что единственная его удочка пропала. Стив решил, что медлить нельзя. Он тут же пошел спрашивать своих соседей, не видели ли они его любимую удочку. Сосед шахтер сказал, что всю ночь копал алмазы и золото. Фермер утверждал, что рыбалкой он никогда не занимался. Поэтому ему... Фермер утверждал, что рыбалкой он никогда не занимался, и при этом у него рыба везде. Незачем было красть удочку. Продавец в местной лавке ответил, что его магазин работает 24 часа в сутки. Поэтому ему некогда воровать удочки. И уж тем более рыбачить. Что-то в этой истории нечисто. Подумал Стив. Как, по-твоему, кто из соседей нагло соврал, что не крал удочку? Тупой этот Чухан, потому что у него рядом рыбы висят. Все, что тут даже отвечать. Если внимательно взглянуть на стены дома у фермера, то можно заметить... Внимательно, ёпта, они облеплены полностью. А значит, он соврал, что никогда не рыбачил. Это и выдало наглого воришку. Задачка номер два. В небольшой деревушке случилось убийство. Местного жителя нашли мертвым у себя дома. Все, что детектив смог найти на месте преступления, это пара лепестков роз и садовая лопата. Ну и, конечно, у жертвы из сундука пропали все драгоценности. Детективу не пришлось долго размышлять над тем, кто же мог быть убийцей. И он незамедлительно арестовал садовника, который жил как раз напротив убитого. Ведь все улики указывали на него. Но в тюрьме садовник сидел недолго. Совсем скоро его место занял тот самый детектив. Произошло это после того, как другие полицейские узнали, что хитрец подставил бедного садовника. Как они это поняли? Короче, смотрите, садовник пришел. Из-за того, что он садовник, он следил за садом жителя. И там забыл свои лепестки вот этих роз и все такое. А сам полисмен, сам детектив, воспользовавшись этим, еще и украл алмазеры. То есть садовник просто забыл, а детектив, воспользовавшись моментом, то, что житель мертвый, он украл алмазера. Так что это тут, ну тоже легко для дурачков. Тут слишком много подсказок даже. Отличия на изображениях. Так. А теперь внимательность на максимум. Ведь тебе предстоит найти отличия на изображениях. Всего будет по три отличия на каждой паре. Давай. Тебе нужно найти все. Давай. Так, здесь голова жителя и здесь нету головы жителя. Это первое. Второе. С флагами. Вот тут вот не хватает... А, господа, за моей вебкой. Вот тут не хватает лианы. Это два. А три... Вот три. Угу. Да, ну тут ясно уже все нашел. Можно даже мотать. Так, здесь, во-первых, отличия первое в том, что скриншоты сделаны неровно. И здесь ножницы обрезаны так, а здесь ножницы обрезаны так. Второе, то что тут не хватает цветка. Третье, то что тут цветок другого цвета. Так, здесь, ой-ой-ой, тут много предметов. Отличается компаратор и репитер. Это во-первых. Во-вторых, так, картины одинаковые. Перевернутый цветок. Это во-вторых. Так, 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 сейчас подождите-ка, е-мое. Ну и в-третьих, то что опять же фотка сделана. Здесь обрезано лицо скелета, а здесь не обрезано. Ну вообще за дверью, конечно, но я придираюсь к тому, что различия есть в том, что фотки обрезаны. Следующая наша история по-настоящему загадочная. Богатый шахтер, который за всю свою жизнь накопал уже целое состояние, умирает от пореза пальца. Как бы странно это ни звучало. Его внук по праву должен был получить наследство. Все до единого алмаза. Но тут объявился его двойник, который также утверждал, что это он является внуком богача и, соответственно, наследником. Е-мое. Китрец выглядел точно как настоящий внук. И никто не мог различить их. Тогда адвокат Шахтера попросил обоих молодых людей сдать кровь для теста, чтобы проверить, кто является истинным наследником. Первый неохотно согласился сдать кровь. А второй напрочь отказался. После этого адвокат с абсолютной уверенностью отдал все до последнего второму внуку. Очевидно, потому что кровь из пальца сдается, а его батя умер от пореза пальца. Но тут какие-то слишком легкие загадки. Звучит подозрительно. Такое бывает только в случае, когда... Аликмия, аслексия, аликия. Как-то эта болезнь называется, когда кровь не свертывается. Да-да-да-да-да-да. Предметы на экране будут связаны... Ты увидишь несколько логических цепочек. Предметы на экране будут связаны... ...между собой в определенной последовательности. Тебе необходимо ответить, какая из последовательностей противоречит логике. Угу. Так, накопать, переплавить, получить результат. Повзять муку. Вот эта последовательность. Надо сначала посадить, а потом взять муку. Всё. Ты что, охуел? Бляааааааа! Занубил с киркой. Стоять, ну тут вообще-то... Моя последовательность... Это если означает, что не кирка, а именно копать, то ты сначала берешь киркер, потом копаешь, потом переплавляешь. А тут... Но эти надо местами... Ну ладно, окей, не буду придираться. Я тупой. Я просто тупой. Здесь пережарить мясо получаем... кормим курочек выходит три курочки убиваем скелета получаем не костную муку а кости мы получаем так что у нас здесь лопатой копаем получается дерн вряд ли ну вот это это самое короче но вот тут вот я бы тоже вряд ли тут должен быть примятая трава необычная земля но вот это короче банк порох не выпадает ну тут очевидно даже можно даже не смотрю я утром пастух ранним утром пастух стоя возле озера звал на помощь его корова заплыла на островок и сидит там уже давно а воду лезть опасно там водятся акулы и пираньи кого же он должен попросить о помощи другого более опытного пастуха совсем молодого и неумелого рыбака который рыбачил тут неподалеку или же полицейского который прибежал на крики любого из них потому что мне похер ибо у меня есть несколько решений задач во первых в майнкрафте нету акул и пираний следовательно любой может поплыть у этого есть лодка и его можно попросить это мой второй вариант потому что он в лодку посадит эту корову и возьмет отплывет неважно опытный он или неопытный это плевать и самое главное я бы попросил детектива потому что он уже нашел эту корову на скриншоте пощуп давай конечно же он попросил помощи у рыбакам какая разница насколько хорошо у него получается ловить рыбу если пастуху нужно было лишь лодка чтобы добраться до коровы после долгой погони от полицейских преступник скрылся в лесу и как бы детективы не старались они не могли его там найти может быть ты сможешь им помочь и найдешь куда он спрятыша дурак блять ну вон дверь полцам и заметил этот подземный бункер то конечно же ставь лайк подземный видео кирова рудим сколько нас в рыболовной деревушке случилась беда половину жителей убили среди ночи детективы сделали свою работу и нашли трех подозреваемых скелета зомби и крипера но как же им понять кто совершил этот ужасный поступок я думаю что зомби потому что кроме зомби никто не атакует жителей поехали дело не обошлось без улик когда преступник убегал он обронил пару костей они выдали скелета виновного в убийстве жителей три друга отправились поход по пути они случайно перепутали свои сумки помоги ребятам понять кому принадлежит каждый из этих портфелей но слушайте но это что-то вообще изи тут что я не понимаю но нормально так библиотекарь с книжками шахтер с шахтами фермеру с фермерским что-то надлежит фермером то что он съем ну тут вообще но это бред для я не знаю но если вам два годика тогда наверное вы не разгадаете эти загадки очень тупые годы хватило я сижу я считаю это оскорблением